Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Oblivion. После небольшого технического перерыва, связанного с тем, что у нас были серьезные проблемы с игрой, покрашивалась она практически по всем параметрам, особенно в плане баланса и геймплея. То есть, играть было, как вы помните, невозможно. В результате, после определенных проблем, сейвы вообще было мнение, что стали потеряны. Но если попариться, то, как вы видите, все можно вернуть на круги свои. У нас пошел дождик. И что, давайте продолжать. Как вы видите, я поставил модификацию, которая кардинально улучшает внешний вид персонажей, потому что эти бобики, которые бегают по Oblivion, меня, честно говоря, достали. Так что встречайте нашего нового поп-копа, который стал примерно настолько же брутальным, насколько он был в Скайриме. Я, честно говоря, совершенно не помню, на чем мы остановились. По-моему, неплохой получился, да? Даша сидела, создавала его, наверное, в течение часа где-то. Но в итоге получилось реально круто, на мой взгляд. Кстати говоря, броня у меня соловьиная, и ни у кого больше в Скайриме нет. Ой, блин, в Скайриме говорю. Это все потому, что я в последнее время очень много играл в Скайрим для себя. В общем, броня соловьей... Соловьей... Соловьев из Скайрима перекочевала в Oblivion, потому что мне она очень нравится. И я смог это сделать с помощью мода. Кроме прочего, я установил небольшую техническую такую приплюшку, ENB, улучшение графической составляющей. Теперь у нас освещение стало чуточку-чуточку более красиво. Так, ну и что, и давайте вспоминать, чем мы тут вообще занимаемся. Я, честно говоря, просто в ноля. Не помню. Мартин определил третий предмет, необходимый для проведения ритуала. Редкий айлэцкий артефакт, известный как Великий Велкинский камень. Ему ведомо лишь одно место, где можно найти подобный предмет. Айлэцкие руины, миска, понятно. Мне нужно отыскать Великий Велкинский камень и доставить его Мартину. Давайте этим и займемся. Баланс в игре теперь стал, как это говорят, ванильным. Я никогда не понимал это выражение. Но в итоге баланс стал именно таким, каким он был в оригинале. В оригинале не самый лучший баланс, на мой взгляд. Но, тем не менее, это явно будет лучше, чем то, что происходило в последних сериях Обливиана. Да, это был просто пипец, когда на обычного призрака, которого убиваешь с двух стрел, уходило штук двадцать, а он тебя гасил с двух. Давайте посмотрим на его лицо. Что? Ну, как минимум, теперь он не похож на какого-то Шрека, верно? Хотя, по-своему, ну, они, я не могу сказать, что стали слишком красивыми, но, по крайней мере, не вызывают такого чувства, как было раньше. Так, хорошо, нас ждет дорога. Тенегриф, здравствуй. Я скучал. Тенегриф. Меня все поправляют, я его сегодня Тенегриф зову. Что-то дождит в последнее время. Раскучился я по этой гляне. Так, ну, мы поскачем прямиком. Вот сейчас сразу, кстати говоря, оценим новый баланс, потому что, я так понимаю, проклятая шахта. Песик. Потому что я так понимаю, что там будет именно то, что было в предыдущей серии, но теперь с новым балансом. Спокойно. Я вообще достаточно неплохо раскачан. Ты что, неплохо? Я очень хорошо раскачан. Воин у меня очень сильный. При предыдущих сериях могло сложиться другое впечатление. Но сейчас вы видите, что при обычном балансе моей прокачки хватит реально, чтобы рвать всех. Я не думаю, что, думаю, сложности определенные будут, но все-таки, ну, поняли, короче. Я просто рад сюда вернуться, потому что, блин, что-то дождь идет постоянно. Я только надеялся на солнечную погоду. Как думаете, а может, у нас погода теперь сломалась? Помните, у нас же была там буря такая, которая поднималась каждые 30 секунд. Ну, это я знаю, как отключать, если что. В следующей серии уже поправим. Пока что просто присматриваемся. Красиво. Красивая игра, несмотря на все года прошедшие. Это реально круто. Знаете, погода, по-моему, опять портится. Или нет, не знаю. Короче, ладно, поскакали. Первым делом я хочу все-таки добить уже сюжетную часть главной мейн-квеста, потом заняться чем-то другим, потому что здесь, в принципе, хватает интересных деталей. Так, и вот мы прискакали. Оставим лошадку тут. Спрячемся. С таким навыком скрытности, я думаю, заметить меня, особенно в такую погоду, будет довольно сложно. Довольно скрытно. Блин, что-то я сегодня вообще не то несу. Блин, погода, ты меня беспокоишь. Но я помню, это прикол, и вы его помните, когда у нас заканчивался первый сезон Обливиана, были как раз такие же проблемы. Сейчас у нас просто полностью переустановленная игра, и очень много моментов придется сделать по-новой. Именно в плане, там, вот этих всяких модов, которые нужно будет установить, чтобы они нормально работали. Так что не волнуйтесь, к следующей серии поправим. Сразу хочу сказать, серия Обливина будет выходить через день, в понедельник, в среду и пятницу. Просто я больше не буду успевать. А после того, как Обливин прекратился, я понял, что он был важен очень большой аудитории. И мне, честно говоря, стало стыдно, что я без каких-либо объявлений того, что у меня технические сложности прекратил его на некоторое время. Поэтому извините за такие вот проволочки. Мы вернулись. Но пока в таком режиме. Я в руинах Мискарканда. Теперь мне нужно отыскать Великий Вилкинский Камень. Хорошо, давайте приступать. Я думаю, кстати, теперь будет сильно темновато, потому что ЭНБ, как правило, очень темнит картинку. Ну, то есть сделает ее более реалистичной. Для меня это не проблема. Но многие, возможно, будут жаловаться на то, что тут темновато. Кругом кровище. Офигеть. А ты кто? Скамп. Скамп ушел. Вот видите, с нормальным балансом, то есть когда он по умолчанию... Моя прокачка дает о себе знать. Мой двадцатый уровень. Так и должно было быть. А то я качался, качался, качался. Думаю, дело во мне, думаю, все-таки. Просто плохо раскачался, поэтому меня все равно прокачался. Прокачался он, блин, до каких пор, и в итоге все равно эффекта особого не было. Короче говоря, все, наладились, судя по всему. Так, ну что, вниз пойти. Вот там кто у нас? Замбятина. Замбятина сильная, как правило. Но не особо. Так, один ушел, второй ушел, почищено. На третий где-то... Да, куда-то? Упетлял. Блин, здесь что-то как-то стрёмненько. Я вниз, пожалуй, не пойду пока, потому что я оттуда слышу какого-то скелета, что ли. Походу, скелет все-таки тут. Смотри, живой. Ну видите, как они убавляются жизни? Не по 20 стрел. Три стрелы и окей. Хорошо, чистим. Не уходим. Криты отлично работают. Готово. Так, а куда же идти? Я пока смотрю, здесь столько всего. Это меня просто смущает, честно говоря. Куда пойду, пока не совсем понимаю. Вон там, наверное, ништяки лежат. Ручку никто не видит? Вроде нет. Кстати говоря, после переустановки почему-то автоматически включился геймпад. Его поддержка. Но так криво, что я все-таки решил играть на клавомыше. Тем более, что мой персонаж в ближнем бою практически никакой. А вот основная массива это лук и цель. С геймпада я бы не хотел, потому что это будет просто геморройно. Здесь нет такого, как с карими, что можно замедление включить, четко прицелиться и глупить. Поэтому здесь меня будут рвать на геймпаде. Да и просто, я считаю, с таким меню. А, вот я понял, смотри. Вон там и будет наверху. Угу. Труппаки. У меня, кстати говоря, по деньгам что-то вообще позор какой-то. Пазор просто. Сколько там? 292. Блин, броня, конечно, такое, да? Ну и морду. Вообще классно даже сделаю. Короткий меч. Возьмем, продадим. Так, подождя, что я взяли, лечение не взял. Хорошо. Глаз Ситис, он нам, в принципе, сейчас не нужен, потому что мы очень быстро перемещаемся. Вот эти камни продавать очень неплохо можно. Они не особо много весят, так что будем набирать. Мне нравится, что картинка стала более естественной, вот благодаря ЭНБ. Она стала сильно темнее, конечно, но при этом гораздо более это все выглядит, не знаю, как-то это все выглядело в оригинальном обливиан картонно. У меня была главная, наверное, главная претензия. Блин, вот это вот 36 весит, поэтому мы и не возьмем. Главная претензия была к обливину в плане освещения. Так, а может мы как-то... Все остальное было неплохо, а это как-то совсем никак. Теперь с этим все в порядке. Я так понимаю, что мы в это подземелье попали на очень долго, и мы реально попали. Потому что ты посмотри на эти размеры. Скам. Ого! Фига, что происходит. Это что было такое? Давайте покупаем. Литов. Отлично. Скрытность выручает, да? Даже когда они знают обо мне, все равно. Мне очень быстро понимают, где именно я нахожусь. Пока определятся, я их уже перестреляю всех. Зомби-страж. Ох, какая пакость. Вот здесь зомби реально очень отвратительные. Драугры, по сравнению с ними, это какие-то такие приятные мальчики. А здесь у них ребра торчат, у них такой цвет трупный реально. Ох, пакость. Надо ли нам его трогать? Конечно, надо. Я, кстати, так и не установил мод на то, чтобы можно было убирать... Более? На то, чтобы можно было убирать стрелы в колчан. Зря. Не знаю, может, как-нибудь потом. Ну, давай спустимся и посмотрим, что тут есть. Хорошо. Мычка. Ой, забыл, как здесь. Гебард отмычки тут работают, блин. Ох, с Карими гораздо удобнее. С Карими, по сути, это взяли из какой игры это у нас было в Тиф, по-моему. Ого! Вот это стоит взять, по-моему. Неплохо. Это так себе. Так, ну что, посидим, отдохнем. Я, честно говоря, не знаю, куда нам идти, потому что сейчас все у нас заперто, поэтому давайте осмотримся. Нам нужно поверху пройти как-то эту решетку, ее открыть. Сейчас будем, видимо, искать где-то в этих помещениях какую-то нажимную пластину и двигаться сюда. Возможно, она была тут, но я ее в темноте не увидел. Ладно, давайте искать дальше. У меня, кстати, был напарник, как вы помните в предыдущих сериях. Из Темного Братства я взял себе одного помогалку, но помогалка меня бросил именно в той пещере, где я по-настоящему познал боль. Поэтому все, его больше нет. Первым делом, когда я зашел в игру, после того, как мне удалось ее починить, я его убил. это была месть. Поп-коп не прощает. Так, хорошо, еще один скамп. Ох, целых два даже. Или это гоблины? Спокойно всем спать. Так, давайте-ка мы, знаете, факел поставим на какой-нибудь сквор четвертый там, допустим, потому что стены надо, походу, осматривать на предмет чего-то такого. Так, ну, допустим, на четверочку. Окей. Да, вот что-то есть. Хорошо, интересно, что же, где же открылось? Давайте сюда сходим, сначала посмотрим. нам, в принципе, сюда, я так понимаю, нужно, сейчас мы по-новой обойдем это все. Окей. Отлично. И теперь мы попадаем сюда. И оттуда мы двигаемся уже. Все, короче. Решили. Блин, я уже забыл, как тут жидковато. Это круто. все готово. Все готово. Все готово. Походка такая, конечно. Так, ну и что? Сохранимся. Я думаю, это будет явно не лишним, потому что здесь сейчас уже встали. Тенечек. Что-то у них замес какой-то идет непонятный. Почему одни воюют с другими? Я такого еще не видел. Я ставлю на гоблина. Хотя нет, я помогаю. Так, ну-ка. Кто-то где-то еще... А, блин, ты смотри, в темноте там. Где ты, мать твою, за ногу? Свист идет... А, вот ты. Хотел спрятаться. Просто класситис, он хорош тем, что, по крайней мере, в последний момент, когда до врага остается метров десять, ты уже замечаешь о том, что вот поблизости он живой. гоблины что-то я не понял. Реально, просто нападают на всех. Такого я не видел. Возьму денежки бы где-нибудь набрать. Теперь, я думаю, и баланс вообще... Ну, баланс-то будет теперь оригинальный, поэтому денег будет побольше, потому что раньше деньги было набирать, вы помните, как? На ремонт одной вещи. Так, что? Понятно. На ремонт одной вещи выходил там по четыре-пять тысяч. Это было не круто. Круто. На штуку сразу. Так, и что еще тут есть? Ведь это обычный так себе. Но будем собирать. Я говорю, на них навариваться вообще самое милое дело. То есть, соберешь тут 50 так потихоньку. Они просто кругом лежат. Вот, смотрите, воняет даже прям. Сюда. Вот этот крит, который сшибает их с ног, это, по-моему, самый полезный скил для моего персонажа. Готов. Так, хорошо. Чё-то прям... Для чего-то это вот вообще интересно может понадобиться. Алхимики там совсем, что ли, крыши поехали? Чё-то как-то... Там опять мясо идет. Может, не встревает даже, я не знаю. Камешек. Да, я думаю, все-таки надо добивать. Только сейчас встанем куда-нибудь поудобнее. Хотя, блин. А вот это вот что такое, кстати, интересно. Это нажать можно? Или нет? Так, пошло, поехало. Смотрят. А, он призывает пять тысяч, Точно. Все готовы. А этих... Куда вы пошли? Сейчас, короче, ко мне поднимется, походу. Ой, да ладно, шоу с вами. Все, мне просто кажется, нужно идти туда. Неохота выбраться отсюда побыстрее. У меня все-таки целый новый мир, целая куча новых интересных персонажей, потому что теперь у всех нормальная внешность. Так, чё, попробуем открыть, нет? Хорошо. Хорошо. Отлично. О, не растерял еще наук. Так, золотой кольцо с опалом возьмем. Во, золото сколько дали. Прикольно. Это стоит, но весит. Не. Не. Так, прямо под нами враг, но я считаю, что нам нужно пилить просто отсюда. Они все равно до меня не доберутся. Так, окей. Полегче. Смотрите, он меня теряет из виду просто. Ой, так нет. Продолжаем. Игра у меня внезапно покрашилась. Ну, это обливиен, и я совершенно не удивлен, так что давайте двигаться дальше. Продолжаем ровно с того же места. Кстати говоря, надо тут сохраниться, потому что мне пришлось пробежать некоторым людям. Так вот. Какого черта мы тут делаем, когда мы уже доберемся до финиша? Слишком много нежити, мне это не нравится. Так, хорошо. Одному вошло. Сейчас второй похоже на меня тоже полезет. Фигня. Так, мужчина, спокойно. Поэтому хорошо. Норм. Так, начусь, Ситис, пока уберем. Не уберем. Критовать часто начал на этом уровне уже. Это круто. Давайте посмотрим карту. Ну, я так чувствую, что сейчас мы в принципе туда, куда-то и выйдем, где у нас там внизу товарищи развлекались. Не знаю, посмотрим. Лучше в стол мы, конечно, особо не пользуемся, но все же. Да, мы походу идем как раз туда вниз. Можно было просто спуститься. Да ладно. Так, вон они там. Ну, давай нажмем и посмотрим, что будет. Наверное, наверное, что-то где-то произошло. Скорее всего, вон там что-то открылось. Не знаю, чего узнаем. Да. 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 Блин, с нынешним балансом мне даже легко как-то играть. Это настолько непривычно. Обливин легко. Это как вот Dark Souls. Представьте, вы запустите, там у вас будет враг умирать там с одного удара и не идти в отмах практически. Хотя это, по сути, конечно, из-за хорошей прокачки, но тем не менее сложность повысить. Так, японо мать, да сколько у вас тут вообще? Так, окей. Тот, походу, а не отстает. Блин, стрелы не так много осталось. Ну там еще есть, конечно. Прикольно. Так, вот тут мы прошли, поэтому, поэтому, поэтому. То есть, значит, эта штука не открылась, просто там у нас есть какая-то... Так. Эм, нет, болен взял. Сейчас мы давай тебе этот кинжарчик отдадим. Окей. Где-то здесь значит что-то произошло. То ли вот эта дверь открылась, то ли вот тут какая-то штука. Что это? А нет, это просто сундук. Короче говоря, мы походу все сделали правильно, потому что вот отсюда пройдя, мы пришли как раз к кнопке, и если бы спрыгнули, то вот в эту дверь пройти бы мы не смогли. Когда поздоровимся. здрасте. Надо будет как-нибудь ближний бой прокачать. Пока что он у меня вообще в нуль. На закрытых помещениях может быть опасно. Но если хоть маленько просторы есть, то все. Хана все. Смотри, у этого вообще главы нет. Как же ты ходил-то? Во какая пакость. Сравните, да, вот это вот в здравом гробе. Ох. Офигеть. Изодранные просто какие-то. Так, Маримат пришли. Отлично. Не знаю, настолько соскучился по этой игре и по вот игрушу поп-копа, что у меня охота кого-то убить. А здесь только такие кого убивать-то по сути сам Бог велел. Поэтому не могу сказать, что мы даже себя плохо ведем. Мы просто шкурно пока действуем. Так, ну там что-то попахивает чем-то серьезным, на мой взгляд, не находите. Я думаю, сейчас мы спустимся туда и будет какая-то не самая приятная развязка. Хотя посмотрим. топает. Топает. Да блин, с этой, с этой страны. второй пошел со спины, надеюсь, там ничего. Да блин, стоит. спокойно, хорошо вошло. Сильный зомби попался. Так, ну окей. Вроде отбегался. Где-то там еще ходит. Короче, давайте-ка вы стрелы, мы на вас не будем будем тратить. постараемся обходить. Потому что стрел у нас хороших не так много осталось. А вас, блин, еще очень и очень много. Хотя, как тебя обойдешь, ты посмотри. Ну вот, это не такой наживистый был. Окей. Есть подозрение, что нам сначала надо было идти вниз. Нажать кнопочку, и там уже что-то получилось бы. Но, история об этом умалчивает. Зато здесь есть неделя лечения и отравления. Оно мне ни разу, по-моему, еще за всю игру не пригодилось, потому что отравили как-то слабо. Там эффект проходил через пять секунд. Болин! Ах! Так, спокойно. Отлично. Ну, остальные хотя бы и то хлеб. Я думаю, это оно. что-то как-то это все подозрительно, я бы сказал. Ох, что-то сейчас будет. Великий Вилкинский камень найден. Теперь нужно отнести его Мартину в Храм Повелителя Облаков. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я же говорил. Лич. Лича не хватало. Окей. Блин, он лечит сейчас будет. Спокойно. Я думаю, проблем особых все-таки не возникнет. Так, ну. Я думал, это не сильно нравится. Так. спать ухо. Это посмотри какой. Ну. Наконец-то. Так, какого черта, блядь? Теневая охота начинает ломаться. Или подожди, это... А, все понятно. Вот, ладно. Так, обратно нам, похоже, придется выбираться с нашим галстым кинжалом истощения. В принципе, неплохая штука, но с нашим уровнем умения, честно говоря, мне терзают смутные сомнения о том, что все будет хорошо. Надо починить. О, смотри, офигеть. 7, 680. Нам сегодня фартит, отлично. И этот ключ откроет нам выход. И что? Эх, дайпона мать. Так, хорошо. Отвык я уже от этого дела? Да я и раньше не особо умел. Дайпона мать. По сути, тут не так сложно, просто главное не торопиться, да? Ну, кому я это рассказываю? Так, это вошел. Наконец-то. Золотой амулет. Немного весит, много стоит. Отлично. Сохраняемся. Пьем зелье, потому что что-то ребята явно хотят от нас не то. Зелье у нас не так много, но в принципе не хватит. Умирал, кстати. Окей, потупил риск. Так, ребятки, не могли бы вы свалить без прохода. Спасибо. Может, попробуем? Я думаю, могут намотать, но... чё бы нет. Как я мог это проглядеть, общий. Ну, в принципе, терпимо, кстати говоря. до чего же я привык, что мне все стучат. Я уже просто обычным зомби боюсь. А вот, как видите, вон, что получается. Так, окей, я быстренько посмотрю, что у нас с той стороны, потому что тут я начал отступать уже так опасливо. походу, тут ничего и нет больше. Всё. Почистили. Но баланс мне нравится больше. Он оправдан. Ох, опять ты посмотри. И сейчас, знаете, там будет лежать какой-нибудь там пара отмычек, 30 золотых и шлем вам уже. Как всегда. Да ебоно мать. Я думаю, после этого наш отмычек 20 останется. Ах! Блин, я тороплюсь сегодня что-то. Да ебоно мать, ну. Так, как эти вошли. Ты посмотри. Так, тебя закрепили. Хоть бы не слетали, я не знаю. Ох! Да, уровень замка сложный. Это сложно, реально. просто насилует меня. Так, вы вошли. Короче, это просто смешно. Я посмотрю, что там находится. Большой камень, душ, золото. До свидания. все, короче, бежит не устраивает. Офигеть. Это из-за большого камня душ, я вот это вот должен проделать, что ли? Свободен. М-да. А че за звуки? Такое ощущение, что надо валить отсюда, вы слышите? По-моему, сейчас тут все к чертовой матери от этого обвалится. Так, окей. Блин, я уже боюсь этих ящиков. Эльфийский длинный меч. Прикольно, конечно, у меня уже такой лежит где-то. Я его даже не продаю, потому что покупают за смешные деньги. Репутацию у меня не очень в этом мире, но по понятным причинам. Так, хорошо, давайте размотаем эту чушку. Безголовый, я так понимаю, самый слабый, да? Смотри, сразу два. Смогу пройти мимо них? Нет? Кажется, что ли это. с другой стороны они бегают медленно, поэтому можно убежать. Можно перевалить их просто к чертовой матери. Окей. Так, а здесь мы... О, еще платья на монетке. Я что-то совершенно не помню, зачем они нам? У меня потому что в инвентаре их лежит еще штук, наверное, 20, там, 30, 24. Короче, неплохо так сходили, могу сказать. У меня очень много крутых вещей, которые надо будет продать, но понятно, что при моем уровне популярности их купят не за такие деньги, а реально с какой-то бесценок. Но все равно, все равно будет неплохо. Хотя бы пару штук я со всего этого поимею. Мне в мое положение это сейчас и то хлеб. Так, и куда же мы будем? Я так понимаю, мы сейчас будем очень близко к выходу. Ну, да, прямо выход. Отлично. Был неплохо, если бы еще не вылетало. А так, в целом, мне очень понравилось возвращение такое, потому что с нынешним балансом играть реально стало интересно. Не то, чтобы я не любил сложности, но сложности оправданное, когда реально там идет какой-то садомаза порно. Это, по-моему, не очень круто. В принципе, на этом все. Давайте, наверное, прощаться в следующей серии. Направимся к Мартину, посмотрим, что он там, собственно, думает, по поводу этого камня, потому что камень, на мой взгляд, достаточно интересный. Пишите в комментариях, как вам новая внешность поп-копа, пишите в комментариях, как вам новая внешность игры, хотя внешность поменялась далеко не так сильно, просто чуть-чуть маленькая. Так что, изменения не кардинальные. Ну, и в принципе, повторюсь, серии будут выходить в понедельник, в среду и пятницу. Сегодня среда, так что, следующую серию вы увидите, получается, в пятницу. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!